Смертность растет, а рождаемость падает. Неутешительную статистику озвучил главный врач клинической больницы номер 50, выступая с отчетом на заседании Городской думы. Такая же тенденция прослеживается и в Нижегородской области, и в целом по стране. Максимальная смертность, минимальная рождаемость и естественная убыль населения. Вот таких цифр не было. Обратите внимание, что это все за последние два года, 2020 и 2021 год. Что касается причин смерти, на первом месте – болезни системы кровообращения. Причем отмечается рост смертности от инфаркта. Если в 2019-м от него умерли 48 саровчан, в 2021-м их было уже 106. Ковид нанес сильный удар системе здравоохранения, была отменена плановая медицинская помощь и профилактические мероприятия в поликлиниках. Отсюда в том числе и рост смертей. В 2021 году присоединились хронические ишемические болезни сердца. А вот здесь тоже интересный момент. Новая коронавирусная инфекция, как системное заболевание, поражает эндотелий сосудов, особенно в органах-мишениях. Это сердце, головной мозг. Поэтому обостряются хронические заболевания, в том числе и хронические ишемические болезни сердца. Затронул Игорь Лошманов и проблему нехватки кадров. КБ номер 50 своими усилиями успевает восполнять только естественную потерю врачей, но не среднего медперсонала. При наличии собственного медицинского колледжа обеспеченность медсестрами активно снижается. Работаем сейчас на этом направлении. Связываемся с Арзамасским училищем, с Темниковским училищем, с Помцем Нижнего Новгорода, который сейчас тоже проводит обучение среднего персонала. В настоящее время у нас в амбулаторно-поликлинической помощи терапевтов и педиатров 10 человек потребность. Требуются также онкологи, офтальмолог, детский хирург и эндокринолог, травматолог и другие врачи. Со своей стороны у КБ номер 50 разработана целая программа по привлечению молодых специалистов. Для них покупают служебные квартиры. Пока их 20 и все заняты. Но в этом году на средства Росатома закупят еще три. Молодым специалистам выплачивают единовременную премию при переезде, компенсируют съем жилья, если требуется. Предоставляют беспроцентную суду на покупку квартиры. Любая узкая специальность получается только через ординатуру. Это два года обучения. Причем целевая ординатура – это ограниченное количество мест. Все остальное – платная ординатура. Я говорю, мы готовы нужных нам специалистов учить за счет средств учреждения. Главный врач также рассказал о предстоящих ремонтах в КБ номер 50. Работы в первой и второй поликлиниках уже идут. Скоро начнутся и в детской. Запланирован ремонт здания инфекционного отделения, терапии и туберкулезного корпуса. В прошлом году в КБ номер 50 появились новый компьютерный томограф, аппараты ЭКГ и УЗИ, рентгены и маммограф и другое современное оборудование. Также в ближайшее время планируют приобрести аппаратуру для борьбы с онкозаболеваниями, автолематологический лазер, реанимационную систему для новорожденных и так далее. Кроме того, Игорь Лошманов вручил благодарственные письма за помощь больнице в период пандемии, председателю дома Антона Ульянову и члену молодежной палаты, волонтеру, который помогал с доставкой лекарств, Артему Гринину. Продолжение следует...